У вас была тема о гностицизме или вот вы читали? Нет, я уже читала о гностицизме. Да, да, гностицизм на самом деле это не однородное явление, это очень много разных школ. Это не однородное явление, но в чем главный грех? Это действительно грех против Слова Божьего, вера в то неправильное, извращенное понимание того, что якобы есть дуализм некий что ли, что духовный мир создан Богом, а физический мир как бы не Богом. Или плохим Богом, ничего хуже даже. Они верили в богов высших эонов как бы и богов низших эонов, низших слоев. Поэтому все материальное, все вещественное земное казалось им греховным. Еще гностика всех объединял антисемитизм, ненависть к еврейскому, всему еврейскому вообще. Потому что важнейшая характеристика еврейского народа всегда являлась жизнелюбие, любовь к жизни. Всегда. И также осознание того, что Бог творец всего вообще. Всего. И это очень сильно раздражало гностика всегда. Потому что гностики видели как раз идеал жизни верующего человека, это монашество. Такое медленное самоубийство такое как бы. Самоумершление плоти, такой в православии термин, с гностицизма перешел. А чтобы не жениться, чтобы остаться одному. Потому что ты рождаешь других людей, детей, ты рождаешь новые страдания, их настрадания и прочее. Радикальные гностики, они себя кастрировали вообще, и они лежали с обедов таких. То, чтобы не было вообще никакого искушения. Ага, окей. Так, так, они, как, кастрировали, или, да, части тела, которые производили детей. Так, так, они просто решили сделать это, для того, чтобы избежать этого темпания. Гностики считали, что сама радость жизни является грехом уже. Гностики считали, что даже лишь радость жизни является грехом уже. Спиритизм гностики считали духовным и правильным опытом своим. И когда, значит, в Торе, в Библии мы читаем, что Бог запрещает спиритизм, то для гностиков это было, как, Бог запрещает, получается, истинно духовную жизнь. Поэтому, и по многим другим причинам, гностики считали Бога евреев, Бога Ветхого Завета дьяволом или же, как бы, плохим Богом. А в четвертом веке, в это время, христианство стало общепринятым и повсеместно вообще. И поэтому гностики стали христианами тоже. Школы гностицизма стали христианскими школами. Но на самом деле они остались такими же гностиками, просто с христианской терминологией. Сменили вывески и другие термины были, а дух тот же самый. И в житиях святых, в рассказах о святых от четвертого столетия, первых монахов там полным, полно примеров спиритизма, гностицизма. Общение с бесами. Очень много примеров. Самый такой известный пример. В первом поколении монахов был такой Макари из Египта. Кстати, так называемое христианское монашество зародилось в Африке. Это Судан, Эфиопия, Египет, Египет. Вот в этих странах зарождалось монашество. В дельте реки Нила. И первые известные монахи, они все были в основном египтянами, жили в Египте. Затем с Африки уже в пятом столетии монашство распространилось по Востоку, а потом уже и на Запад. И вот в Макаре Египетский такой эпизод есть. Живший в четвертом веке. В пустыне он нашел человеческий череп. Он каким-то образом вызвал Духа, Человека, которому череп при жизни принадлежал. И стал разговаривать с Духом. Этот Дух отвечал ему прямо из черепа. И других не было собеседников. Понимал? Это серьезный проблем, да? Вот. И вот, значит, он общался... Потом этот разговор был записан учениками его. Он подробно описан в православной литературе. И нам еще в 80-е годы промывали мозги будущим священникам, что это, мол, положительный хороший опыт. Это, мол, духовный хороший опыт. Макаре Египетский общался с черепом. Оказалось, что череп при жизни принадлежал одному жильцу египетскому языческому. И, значит, он поинтересовался, где ты сейчас, милый человек, находишься вообще? А тот говорит, я мучаюсь с пламени, с Северной Бады, там мучаюсь с прочим. Могу ли как-то помочь тебе? И когда ты молишься, то нам даже бывает какое-то облегчение. Ну, не то чтобы выходной день в аду, но что там такое? Какой-то перекур хотя бы. Какой-то перекур хотя бы. Кофе-брейк, да. Да, значит, но в аду нет кофе-брейка. И поэтому то, что рассказал Макарий, это все сперифический опыт общения с бесами, на самом деле. К сожалению, этот опыт потом переняли и посчитали в церкви положительным опытом. И в 451 году, ровно через двадцать лет после третьего собора. Было принято решение о почитании мощей, останков человеческих и оккультизме в христианстве как нормальной облегии, как будто бы. Это очень позорная история. И очень печально, что миллионы людей обмануты вот этой многовековой религиозной ложной пропагандой. Да, друзья. Да, именно через спиритизм получались первые эти ложные откровения. Какова наша победа над оккультизмом в имени Иисуса Христа? Потому что имя Иисуса Христа рассеивает всякую тьму. Я об этом много раз убеждался лично. И молясь за освобождение людей, когда бесы выходят из людей. Я каждый раз отмечал для себя, что именно имя Иисуса Христа является определяющим. Но не просто с именем на устах. Это будет крах миссионерства. Это будет поражением христианства и позором. Как было, помните, в Деяниях Апостолов, когда они именем Иисуса, которым Павел проповедует. Сыновья Скевы, первосвященника. Сыновья первосвященника Скевы. И ничего у них не получилось. На еврейском языке, когда мы говорим во имя Иисуса. Шем имя. Шем. Бешем. 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 Буквально означает во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Классно звучит. Я не знаю, как в английском. Но тоже с именем, да? Во имя Иисуса. Но вешем. С именем. Но вешем означает буквально в нем. В имени. В имени. В имени. Что Он во мне, а я в нем. Поэтому, друзья, пропитывайтесь Господом. Погружайтесь в Него. Чтобы Он в нас жил, а мы в Нем. Иисус родился. Когда Иисус родился. То исполнились многие пророчества. И у Матфея первое пророчество написано, что и Дева в очеме примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Эммануил. Что значит, с нами Бог. Но буквально можно перевести по другому. Потому что, если на еврейском говорить с нами Бог, то надо сказать не Эммануэль, а Этануэль. Этануэль это буквально с нами Бог. Но если я говорю Эммануэль, то там другое значение совсем. Это не означает с нами Бог. Это означает буквально Он съеденный, выпитый мною. Он часть меня, я часть Его. Эммануэль смешанный. Эммануэль смешанный. Растворенный во мне. Вот вода на иврите Маим. Звучит Маим. И когда вода в стакане рядом со мной, по отношению к ней я могу сказать Этану Маим. Этануэль. Ну так не говорят, но можно так. Обращенно. Но если я пью эту воду, ваше здоровье. Лехай, будь Маим. Салют. Вот эта вода, которая во мне уже, да? По отношению к ней я могу доказать Эмману Маим. И в оригинале Библии у пророка сказано не Этануэль, а именно Эммануэль. То есть, Бог частью меня ставший, а я частью Него ставший. Я в Нем, а Он во мне. В смешании происходит с Ним. Я познаю Его, Он познает меня. И от этого нашего познания друг друга, я познаю Его, Он познает меня, рождается жизнь, рождается чудо. Поэтому погружайтесь в Него. У вас есть классное место для водного крещения. И я люблю крестить. Очень люблю. Я люблю делать вода-баптайзинг. О, я люблю так сильно. Вау. Давайте, я могу и вас всех покрестить. Я могу покрестить всех. Кашу маслом не испортишь. Благодать на благодать. Не, шутка, шутка, шутка. Я знаю, что у вас есть вода-баптайзинг. Но я могу это снова. Я просто люблю этот процесс. Не, я люблю крестить вообще. Это очень весело. Вообще классно. Здорово. Но, когда Иисус уходил, Он сказал, что будет веровать и креститься спасем будет. Для тех, кто верит в Него и будет вода-баптайзинг, Он будет спасен. Как вы думаете, имел ли Он в виду обряд водного крещения в этот момент? Он говорил, что вода-баптайзинг процесс, как вода-баптайзинг речиа в этот момент? Вода-погружение вроде. Вода-погружение, да? Вода-погружение, но в Иисуса. Вообще во времена Иисуса, лет пятьсот после Него, и лет триста-четыреста до Него. Во всей литературе на греческом языке, известно нам, слово «баптизо» употреблялось не в смысле погружения, как окунание, а сначала погрузиться и там и остаться. Не всплывать. Никогда не имелось в виду, что баптизу потом тебя достанут. Они никогда не сказали, что если ты будешь баптизом, то ты будешь отбирать от воды или отбирать от какой-то субстанции, где ты будешь в виду. Но... Нет, я вас не буду топить. Нет, нет, нет. Я не буду... Я не буду... Я не буду... Я не буду... Я не буду делать это. Я имею в виду, что... Что в те времена баптизо употреблялось по отношению... Вот... Для описания солень огурцов, к примеру. И других овощей. И, допустим, огурцы, которые еще только лишь малосол, да? Малосоль огурцы. Вот их не называли баптизо. Баптизский огурец — это огурец, прошивший полностью просолку. Баптизский огурец — это который имеет соль в себе уже. Не просто на шкурте, а внутри себя имеет соль уже. Так что, товарищ огурцы, погружаемся в Господа, не выгружаемся, не поднимаемся из Него, просаливаемся им. Ну и первая заповедь огурца, какая? Не дергайся. Расслабься, не дергайся, просто просаливайся Богом, Господа. Общайтесь с Богом, друзья. Проводите с Ним время. Хотя бы изредка, но встречайтесь с Ним. Я имею в виду полную встречу, где Ним что-то отвлекает нас, но всегда имейте Его в разуме. Позволяйте Ему погружаться в вас, проникать в вас, познавать вас. Печать, которую Бог ставит на верующих, это и познал Господь Своих. Если эта печать на тебе будет стоять, О, это самое благостоверное вообще. О, тогда бесы не могут делать оговорочку, тебя мы не знаем. О, с того момента демоны не могут подчиняться, мы тебя не знаем. Они обязаны подчиняться. Они будут умолять тебя. Чтобы ты их не отправлял куда-то еще. Но не слушай, отправляй к нам. Потому что их место там. Во имя Иисуса Христа. Это очень важно. В деле освобождения человеков. Потому что каждый освобожденный от бесов человека, это еще как будто бы пять земли, отвоеванного царства тьмы. Освобождать людей от бесов, это очень здорово. Это очень прекрасно вообще. Потому что человек без бесов, это прекрасный человек. Многие вещи, они сами уходят просто-напросто. Болезни, проблемы. Ладно, хорошо. Так что больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесов возгоняйте. Хорошо. Больных исцеляйте, бесов возгоняйте. А, дай демонов. Так, не важно, как вы посмотрите здесь. Пусть Бог благословит вас всех. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 В смысле, что-то важное, что-то может быть, что-то для вас интересно.